Смотрите, положили клиента, замотали полотенцем, тапочки его, они мешают вам под ногами. Их, конечно, можно закинуть под стол, но вообще лучше их отставлять в сторону. Потом, когда он будет вставать, мы ему их предложим. Это тоже такая форма этики нашей. Еще раз говорю, что лучше руку ближе к нам, которую убираем, потому что он, смотри, широкий. У него даже рука просто будет свисать. Зато с этой стороны мы ему немножко опустили место побольше, видишь, он чуть сюда, может быть, попросить подвинуться чуть-чуть левее, чуть-чуть, да? Чтобы рука лежала. Если очень широкий клиент, бывают культуристы, не хочу плечи вот такие, то пусть свесит руку, и, в общем-то, ничего страшного. Ну, так тоже вам что вставать? Ну, если стол жесткий. Больно пока или нет? Пока нормально. Это пока нормально, да. Этим самым мы изменили то, что не будем ему локоть давить, да? Лично раз его задевать. И раскрепостили мышцы трапециевидные, крылья. В общем, если вся лопаточка у нас у соболилась. Начинаем сразу с... Поглаживание, да, одновременно постираем масло. Масло давить надо тоже достаточно... Достаточно, но немного. Вот если заметил, я прям по капельке, бац, добавил накрутное место, да? Потому что у меня есть такие люди, которые вроде бы профессионалы, ну, массажисты, вроде бы столько всего обучались, но масло лют столько, что он стекает на просто, стекает на пол, даже потом полы грязные. Зачем столько масла, я вообще не понимаю. Кроме того, когда много масла, ты же не сможешь сделать захват нормальный, да? Конечно. Потому что просто будет скользить. Вот такие вот бывают, наверное, специалисты. Так, помнишь, да, как мы растираем? Растираем по вот этим линиям. Еще раз показываю, да? Сюда. Двумя руками. Подмышечная область. Паховую область. И немного как бы захватываешь. Что-то там, почему-то. То есть, не так или нету-то растираем? Да, я еще пока не делал захват, но просто там чуть-чуть. Чуть-чуть прихватываешь? Чуть-чуть, да, буквально там чуть-чуть. Замесло я двумя руками сразу делаю, чтобы было быстрее. И клиент уже согревается. Но он еще большой, если бы маленький там был, тогда... Да, могу добавить уже немножко пальчиков. Просто, чтобы глубже. Это мы там подготавливаем его поверхностные слои и лимфу. Сразу переходим к растиранию. Да, растирание. Перлевидное. Вот такое, да? Снизу, в основе идем как бы. Да, снизу, да. Только снизу вверх, да. А потом уже здесь. Потом по этой мышце. Если мы только пальчиками, да, то нам придется три прохода сделать. Еще вот эти здесь. Между всей ладонькой можно прямо один проход. Кроме спиралевидного, есть еще прямолинейное, да? То есть прямо берем энергично. Делаем вот так вот. А можно, допустим, в этой части? Можно, конечно. Тут вообще можно как угодно делать. Можно уже там в любой части, хоть и этой части, да, хоть и этой. Тут ты уже можешь просто маневрировать, как хочешь. Это вообще не принципиально. Главное, чтобы движения шли снизу вверх. Далее продольное движение, да? Все ладони. Опять же, ребром ладони. Нижняя часть ладони. И чтобы усилить эффект, я применяю такой прием, как стежки. Стегание. Не парфюмер, а как-то, ладно, где же шьет. Стежок, понимаешь, да, что такое? Вот как бы условно делим на раз, два, три, четыре, пять частей, да? Сделали. Раз, два, три. У меня было четыре полном части. У тебя, ну, может, удлинеет тебя, поэтому уже пять. Ну, это тоже условно. Потом делишь на три, например, части, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потом на две части, раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре. Потом на одну ногу, раз-два-три-четыре. И заметь, как ходит в этот момент мой корпус. Во-первых, я стою стойко, видишь какая? Чтобы было движение на переднюю ногу. Сейчас мы будем стойко изучать, я вам буду показывать. Это касается эргономики у вас, массажистов. А вот, допустим, мне удобно делать вот эту руку или вот эту руку? Удобнее будет это есть. Это стойко. Стойко же зависит от стола. С этой стороны стола мы стоим вот так. Когда я работаю со стороны, у нас просто автоматически на ней поворачивается. Это все достаточно естественно. Это не фантазии какие-то. Это естественный положение корпуса. Соответственно, твоя рука ближняя, вот она ближняя и пусть работает. Дальняя покупка может отдыхать в этот момент. Просто свободно болтаться. Вот. На этом пока закончим. Давай попробуй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok